Ходить в одно образовательное учреждение разными поколениями. Такая традиция сложилась у семьи Анастасии. Сначала она закончила школу номер 9, потом в нее стал ходить старший сын. После переезда в ЖК семейный мечтала водить детей на учебу поближе. И желание сбылось. Очень рада, что у нас будет своя школа рядом с домом. И все мои детки, вот у меня трое деток, все будут ходить в эту школу. 1100 мест, 44 класса. Места хватит всем. Общая площадь 13,5 тысяч квадратных метров. Просторные мастерские, спортивные и актовые залы, информационно-библиотечный центр. Застройщик оснастит новое образовательное учреждение с современным оборудованием и мебелью. Не останется без внимания и прилегающая территория. Сделают газоны, цветники, удобный доступ к школе для маломобильных граждан. Будут и игровые зоны, которые необходимы для групп младших классов. Будут и спортивные помещения, и места для... Сложно назвать досугом, но как бы в перемене детям будет где собраться, будут и навесы. Но в этой части и парковочные места со стороны подъезда к школе. Старт строительству дан. В основании новой школы глава Одинцовского округа, местные жители и будущие ученики заложили капсулу времени с посланием для потомков. Очень символично, что мы это с вами делаем здесь, в квартале, который называется «Семейный» в год, который президент страны объявил годом семьи. Это будет действительно красивое, комфортное, современное учебное заведение. Я уверен, что оно станет еще одной гордостью нашего Одинцовского округа. Я написала «Смайлик улыбающий». А почему «Смайлик»? Не знаю, потому что я все время люблю «Смайлики» писать. Строительство завершится летом 25-го года. Сразу после инвестор передаст объект в муниципальную собственность. А уже в День знаний в школе прозвенит первый звонок. Карина Яряшева, телекомпания Одинцова.